Утру небо стало таким ясным и чистым, что казалось как-то выше и прозрачнее. Чудесная пора, а снежинки-то как блестят, и ёлочки наряжены в белые сарафаны. Скоро праздник, к Новый год. А какой он? И стала Альве очень грустно, от того, что она не знала, как его празднуют. Решила она с помощью снежинки всё-всё разузнать и взмахнула ею над головой. Здравствуй, Айголь. Расскажи, как празднуют Новый год по-татарски. Мы, татары, очень любим этот праздник, Новый год. У нашего народа есть свой собственный Дед Мороз, которого называют Кышбабай, а его внучка носит имя Куаркас. Особые приметы нашего Дедушки Мороза – это синий кафтан, а вместо шапки у него мохнатая тюбетейка. И, как гласит легенда, именно Кышбабай в древности отвечал за весёлое празднование прихода Нового года. Давным-давно праздничные обряды совершались с 21 декабря по 1 января. А праздник этот назывался Нардуган. По традиции, согласно обычаям, проходит праздненство в кругу семьи. И только после боя новогодних курантов разрешается ходить в гости. И в качестве угощения, конечно же, брали своё национальное блюдо чак-чак. Очень интересно! Новые традиции – хороший повод добавить в свою жизнь что-то новое. А это тюбетейка – подарок на ёлочку. Встретимся в новогоднюю ночь. До встречи, Айгуль! Какой замечательный подарок Айгуль сделала для ёлочки. Ведь тюбетейка – это национальный головной убор среднеазиатских народов. Надо ею украсить ёлочку. Засияла ёлочка, засверкала. Стоит она в лесу, этакая славненькая, и солнышко её пригревает. Глаза Альвы засветились, и она в предвкушении нового ёлочного украшения взмахнула волшебной снежинкой. Шумбратада Мон Кеннердян Мартат Ваставамантин Мон Лемем Маре Здравствуй, Маре! Расскажи, как празднуют Новый год по-мордовски. К Новому году Мар-2 готовится тщательно. Убираются в доме, ставят обязательно ёлку, украшают всевозможной цветной бумагой. Праздник длится до Рождества, если не успевали обойти всех родственников и друзей. В гости приходили обязательно со своим угощением. Мордовского Деда Мороза называют Нишки или Мороз Отя. Праздники проходили весело, шумно, с ряжеными персонажами. В основном переодевались в медведя, лису или больших мифических женщин. Пели песни на мордовском языке, много ели и пили. Традиционными для мордвы являлись маски животных, образы которых символизировали доброе начало. Устрашающие маски надевали накануне Нового Года, чтобы защитить себя и своё хозяйство от злых сил. Познавательно! Спасибо за подарок! Он будет прекрасно смотреться на нашей ёлочке. До встречи, Море! Вас-то, Мазанок! Стоит зелёная красавица и приветственно качает своими веточками, как будто хвастает новыми украшениями. А льва обошла ёлочку и, улыбнувшись, взмахнула волшебной снежинкой вновь. Салам, Лиже! Мэйнэн Рюмэн Элика Здравствуй, Элика! Расскажи, как празднуют Новый Год по-марийски? Новый Год у марийского народа называется Шорок Ёл, что переводится как Рождённый Новый Год, когда день начинает удлиняться, а медведь переворачивается на другой бок. Марийский Дед Мороз называется Юштукогуза, а Снегурочка – Людмюдр. Готовились к празднованию заранее, основательно собирая праздничный стол. Все действия в первые дни Нового Года у многих народов наполнены особым смыслом. Марийцы старались, а Пельнат кушает все приготовленные блюда. В этот день не забывали задабривать кормом и животных. Именно дети начинали сам праздник. Они гурьбой заходили в соседние дома и дружно выкрикивали Шорок Ёл! Хозяевам тоже нужно было ответить трижды, а затем высыпать на пол орехи. Дети ползали по полу, бодаясь и крича «Кумпача!» Марийцы большинство обрядов Нового Года сумели донести до нашего времени. Они уникальны. Спасибо за украшение для Ёлочки. До встречи на празднике! Чивера! Ёлочка превращается в новогоднее чудо. Она радует Альву своей красотой. «Как же будет приятно моим подружкам увидеть новогоднюю красавицу!» Сказала девушка и хотела узнать еще про новогодние традиции других национальностей. Покружившись, Альва взмахнула снежинкой. Детьбур! Альва! Мы намнимы Чана! Здравствуй, Чана! Расскажи мне, пожалуйста, о новогодних удмуртских традициях. Удмуртского Деда Мороза называют Толбабай. Особые приметы – это фиолетовая шуба, а посох – кривой, о долгие путешествия по миру. Свои подарки волшебник носит в берестяном коробе. Обязательной традицией удмуртского народа в новогоднее праздничество являются ряжения. В Новый год и на Рождество люди надевали вывернутые наизнанку тулупы, маски, мазали лица сажей и ходили по домам. Ряженые пускались в пляс, но при этом не произносили ни звука, просто издавали громкий шум, используя различные предметы. И задача хозяев дома заключалась в том, чтобы опознать, кто же скрыт под маской ряженого. На праздничном столе у удмуртов сегодня, как и 300 лет тому назад, пироги со всевозможными начинками из каши, мяса, рыбы, картофеля и даже из малины. Удмуртский Дед Мороз Толбабай по легенде одаривал ребятню красивыми шишками, и поэтому они его не боялись. Спасибо, Чана, и за интересный рассказ, и за подарок. Дечлу, Альва! Альва взмахнула волшебной снежинкой и... Здравствуй, Альва! Я Алена! Все о празднике и его главных особенностях в России я тебе сейчас расскажу! Альва подошла поближе и начала внимательно слушать. С Дедушкой Морозом нашим ты, Альва, уже знакома. У него есть еще внученька-помощница и звать ее Снегурочка. Дедушка чаще всего ездит на тройке лошадей. Встречать у нас Новый год принято в новом платье и обуви. Считалось, что тогда будешь весь год ходить в обновках. Перед Новым годом старались простить все обиды, отдать все долги. В канун праздника в домах мыли окна и зеркала, избавлялись от разбитой посуды. Вечер накануне Нового года считался щедрым. Обильный праздничный стол оформляли всем тем, чего хотелось иметь в достатке. Украшая елку разными цветными игрушками, мы не забываем и про верхушку. Самым главным в новогодней елке у нашего народа является Красная Звезда. Украсим елочку вместе, Алена, сказала Альва, и они вместе подошли к елочке. Теперь наша елочка украшена, но не хватает только маленьких деталей. Альва обошла зеленую королеву этого вечера, осмотрела ее и подкинула волшебную снежинку. Снежинка исчезла, оставив за собой след волшебного дождя на елочке. А подарком для собравшихся девушек стала дружба. Высшее проявление ее это дружба между народами, когда люди не обращают внимания ни на цвет кожи, ни на разницу в культуре, ни на различия в языке. Все они такие же, как и мы.